Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 мая 2017 года среда, по одному из старинных 36-го день месяца посева на речении 7525 лета седьмиться. Мы начинаем живой эфир, который будет посвященный теме «Дрожите!» Страшная тема «Рептилоиды! Враги или друзья?» А вот задумал эту тему наш старый знакомый, наш старый приятель Андрей Александрович Тюняев. Здравия, Андрей Александрович! Здравия! Даже один рептилоид в эфир сейчас, наверное, поскочил своим звуком случайно. Может быть, они такие юркие, за всеми не усмотришь, за всеми не углядишь. Ну, время достаточно большое у нас уже прошло по протяженности с последнего эфира. Какие новости в жизни? Что нового? Нового очень много. Интересные новые темы, которые для разработки. Ну, во-первых, непосредственно тема рептилоидов. Почему вот она возникла? Потому что, как говорится, навязывало уже в зубах очень много людей, которые пропагандируют вредоносность рептилоидов. Что для меня, например, с точки зрения истории, немножко так, ну, под большим сомнением. Ну, это потом уже, как в основной чаше эфира. Второе, это существует очень много интересных подвижек, современных таких, передовых. Ну, во-первых, ультракороткая история. Я в первый раз ее опубликовал в своей книге «Метафизика климата Земли». Эфир у нас был на эту тему. И вот сейчас, чем дальше в лес, тем же не и партизаны. То есть, все больше и больше доказательств этой теории появляется. Тоже это отдельный такой разговор. Ну, и много было эфиров, передач снят уже на разных телевизионных каналах, посвященных нашей старой теме, которую мы уже тогда озвучивали. Это теми клонов и тому подобных, химер, ну, и вот этих всех существ. И все это дальше продвигается. Вот, например, этой весной, на мой взгляд, состоялась полная замена населения в Москве. Ну, я со смехом говорю, но вот так выходишь на улицу, ни монголоидов нет вообще, кругом только одни монголоиды. Не знаю, Собянин обещал не допустить Таджикистана или какого-то там другой страны здесь, в Москве. Но я думаю, что получилась именно она, потому что здесь полностью. Вот, как бы, те люди, которых можно было здесь видеть еще каких-то года-два назад, их уже здесь нет. Мне очень приятно ходить по улицам, потому что, как бы, ты приехал вроде как в Китай. Или в Вьетнам, не знаю. Так у нас еще тема была про клонов. Может, наклонировали за это время, как всю Москву заселили? Да, может, наклонировали, потому что, на самом деле, вот, очень-очень интересная тема. Я не знаю, может быть, кто-то подскажет из слушателей, из зрителей. Мы вот своим, так скажем, кругом исследователей пытаемся выяснить два вопроса. Простых вопросов для человека, они элементарные вопросы. Первое. Где у китайцев и вообще у монголоидов и находятся кладбища, и почему их нет, собственно? Это первый. Там же ведь миллиарды людей живут. И второй вопрос – это в Москву, в частности, в Москве, я не буду за всю Россию говорить, но в Москву, очень много приезжает именно монголоидов. Весь вопрос вот в чем. Почему отсюда? Они, естественно, здесь уже умирают, это естественный процесс. Так вот, что интересно, отсюда никакие трупы никуда не отправляются, и здесь они как бы не хоронятся. Куда деваются монголы? Я не понимаю этого. И вот у нас даже мы уже и по подпольным, по всяким этим ищем. Представляете, вот несколько месяцев ушло, ну, больше полугода, пока никаких результатов поиска. Не принес вообще, то есть неизвестно. Вот ощущение, знаете, если бы это в нашей жизни была матрицей какой-нибудь или фантастическим романом, мы там внутри находились бы, то бы я вам честно сказал, вот испаряется. Помните, как бы такой есть один фантастический сюжет, когда робота убивали, а он так превращался в кучку буркающей какой-то жидкости и потом испарялся вообще. Вот примерно какая-то такая ситуация. И это не смех, это серьезно все. Да куда же еще серьезнее, я так думаю. Может быть, голодают просто и так утилизируют, до кладбища не доносят, но это уже такой черный юмор. Не знаю. Мы уже думали, что из них и Макдональдсы делают, и всякие шашлыки. Даже так? Да, черный юмор. Нет, ну допускается вот в этом моменте, когда ищутся настолько, допускается все возможное. Ну, кроме собак, потому что и собак-то нет. В общем, да. Как-то я по деревням смотрю, вот у нас, где живут эти товарищи в округе, собаки часто пропадают. Причем такие молодые достаточно. Вот те, которые не живут на привязи, они как-то побегали-побегали, раз, смотришь, нету. Кто-то начинает поговорить. Так это же вот тут у нас живут строители из Средней Азии. Вот они там иногда кушают их на праздники, плов делают. Вот я так сначала думал, да не может быть. А теперь что-то как все чаще и чаще за своей собачкой приглядываю, чтобы не убегал без меня никуда. Ну ладно. Вы и за кошечкой приглядываете. Не-не, я за кошечкой. В общем, за всем надо приглядывать, теперь я понимаю, за всеми. Ну ладно, теперь к репелоидам возвращаемся. Итак, враги же они ли друзья? Вот теперь давайте все-таки эту тему рассмотрим. Вот эта тема очень интересная. На самом деле я наслушался за эти годы Дэвида Айка. Ну, хороший исследователь, очень такой прекрасный популяризатор. И вот у него тема, многие знают, кто ей эта тема интересуется. Его главная такая, одна из главных тем, это как раз рептилоиды, что вот они враги человечества и захватили всю цивилизацию. Ну, я, естественно, когда слушал его и других выступающих, всегда, конечно, думал, что они, в общем-то, правильно говорят, наверное, поскольку исследовали этот вопрос. И с каким-то уровнем доверия к их данным подходил. До тех пор, пока мои исследования по славянской цивилизации не дошли, не перемахнули какой-то рубеж. Ну, вот я так очень издалека немножко штрихами обрисую ситуацию. Ну, во-первых, все знают мифологию, когда царь Сварох с драконом Велесом, со змеей Горенчем, то есть пахали змеевые валы. Ну, многие знают этот сюжет, он известен, он и в летписях прописан, и такой, один из самых известных. Это был первый, я тогда еще думал, а вот а что такое, почему они пахали, и вообще непонятно было, да и сегодня так у кого спросить, у историков мало кто ответит, зачем нужны были эти змеевые валы, почему их поперек всей Украины, ну, будем говорить так, пропахали. Потом очень интересный был сюжет в этом самом сюжете, очень интересный сюжет того, что почему именно вот эти два героя пропахали эти валы, а что там люди в то время построить не могли, зачем нужны были эти сказочные герои придуманы, зачем они были придуманы, если валы оказались реальными, то есть валы-то стоят, зачем нужны были сказочные герои, и вообще в чем здесь, как говорится, фишка. Вот. У меня тут шум какой-то пошел, вы меня слышите? Да, я слышал. А, ну, просто небольшой шум какой-то был. Вот, и продолжаем. Это первое было. Потом второе тоже, кто вот знает хорошо археологию, древнеславянскую, древнерусскую, не раз, наверное, обращали внимание, что очень много разных бляшек, разных поделок каких-то деревянных, если это средние века металлических, если это металлический век каменных, если это более древние времена, на которых, на этих поделках, на которых запечатлены своеобразные какие-то драконы, ну, в разных формах, в разных изображениях. Но самое главное, что их очень много, и практически это постоянно встречается среди археологических находок. Тоже был вопрос, почему? То есть, зачем это нужно было древним людям, и нашим имеется в виду древним людям, и какая семантика вкладывалась в эти изображения. Потом, в какой-то момент времени, я как бы отслеживал эту тематику долгое время, но не знал, с какого бога к ней подойти, потому что она, ну, такая неразрешимая была, потому что если поступать, как все, и начинать классифицировать всяких драконов по хвостам поплавника, то это будет, ну, как бы такая, ну, не знаю, детская касса, в которой раскладываются фигурки по количеству их углов, а мысли в этом не будет никакой. Дальше попались на глаза исследования Рыбакова, академика Рыбакова, в которых он описал, что культ драконов, культ драконов уже и змей, он, в общем-то, сформировался к неолиту. То есть примерно, ну, к восьмому тысячелетию до нашей эры. Он сформировался именно в том смысле, что это был культ плодородия. И уже драконы, уже змеи, они воспринимались тогда человеком, как податели земных благ, податели плодородия из земли, дождя и тому подобное. Я не помню, в какой это книге у Рыбакова, но он, так как эта линия, она постоянно у него просматривается. Еще у него тезис есть интересный, что он говорит, что Верес, древнейший бог славянский, он, его корни, корни его культа уходят в такую древность, которую Рыбаков определял неандертальским временем, то есть культурами Мустье. А это примерно, чтобы было понятно, примерно от 50 тысяч лет до нашей эры и туда дальше до 250 тысяч лет. То есть получается культ славянского Вереса это очень-очень-очень и очень древний вообще подход к мифу. И вот эта вот куча вот этих всех таких разрозненных фактов, она у меня в голове занимала определенный какой-то отдельный сектор и постепенно дополнялась какими-то мелкими вещами. Со временем выяснилось, опять же, появилась фактура, ну, она существовала, просто у меня в голове она появилась, то, что царь Сварох, оказывается, был, оказывается, запечатлен в русских летописях, и он существовал во время Древнего Египта, и Древним Египтом правил. Ну, вопрос, где был Древний Египет, те времена, это отдельный вопрос, но то, что царь Сварох правил им, это уже говорит, что это примерно времена, ну, условно говоря, там, от II тысячелетия до нашей эры до XII тысячелетия до нашей эры, если брать в разрезе мифологии тот срок, про который еще говорил в свое время один из греческих философов, когда описывал исчезновение Атлантиды, примерно, допустим, десятые тысячелетия до нашей эры, XII-XIII, вот так где-то. Поэтому, получается, как бы настолько древние времена связаны с этими персонажами, что возникло подозрение, что не связаны ли они вообще каким-то образом с предками, с нашими. Может быть, где-то там что-то пересекалось. И вот после всех этих мыслей у меня вышла книга «Свароха и сварожьи внуки». Это книга, в которой я впервые дал генеалогию славянских богов и народов. В чем она интересна? Тем, что в этой генеалогии упомянуто примерно, ну, не знаю, 200, может быть, славянских богов, божеств и персонажей мифологического плана, тех, от которых потом пошли народы Земли. И вот когда я составлял эту генеалогию, по известным данным, то есть ее может любой повторить, если у него усердия хватит, как вот у меня тогда хватило, я ее составлял лет, наверное, 7. Ну, конечно, не каждый день сидел, но так вот, по мере накопления фактов. И в эту генеалогию вошли данные, как говорится, из открытых источников. Ну, например, есть такой источник мифа народов мира, академические словари, академическая энциклопедия, где можно почерпнуть море интереснейшей информации. Вот, например, один из источников. Ну, и таких источников было несколько в то время у меня. И когда я составил эту генеалогическую таблицу, генеалогию славянских богов и народов, то вышли из нее минимум 2 или 3 очень интересные вещи. Ну, во-первых, существует некоторое количество народов, ну, примерно где-то около 100, которые ведут свое родословное от ипонимов, которые образованы вот от тех древних богов, которых мы привыкли считать славянскими сказочными героями, в том числе и Верес, и Сварох, и еще другие. Это первое. Второе. Эта генеалогическая таблица, она построена всего единственным образом, то есть ее невозможно поменять никаким образом. Там нельзя поменять никаких двух персонажей местами, потому что все настолько переплетено, что каждый из них стоит на своем месте. Меня это поразило с той стороны, что получается, что это доказывает достоверность самой системы, когда из нее нельзя... Представьте, например, детский конструктор, где ни одна деталь не повторяется, и говорят, соберите какое-то произведение, и вы в любом случае соберете именно то произведение, под которое были придуманы все эти детальки. То есть если вы поменяете детали разными местами, у вас уже не получится вся конструкция, которую вы собирали. Вот здесь такая же система. То есть древнеславянская конструкция вроде мифологическая, предки вроде мифологические, но стоят они в исторической реальности очень жестко. Потом я проверил, тогда же в той книге, нашел метод, как проверить, насколько все это реально. Метод очень оказался, как говорится, как принято говорить, топорный, дубовый, но от этого он более достоверный. Метод вот какой. Берем любого персонажа сегодня, ну, такого значимого, например, там, Ломоносов. Есть персонаж, у него есть достижение, и его именем благодарное человечество, его потомков или друзей-доброжелателей называют его именем город Ломоносов. Берем, например, какой-нибудь там, ну, не знаю, период войны, Жуков, назвали деревню, город его именем. Был, допустим, герой, назвали Сталинград. Был герой Ленин, назвали Ленинград. То есть, ну, все понятно. То есть, как только появляется какой-то герой, который сколыхнет целую нацию или какой-то определенный пласт этой нации, то нации благодарные его имя запечатлевает в географических названиях. Вот как все и происходит. То есть, мы это привыкли, мы всегда это делаем, как вот, в общем-то, и сейчас. Был академик Сахаров, назвали улицы Сахарова, там, проспект Сахарова. Все каждый день идет. А там, получается, очень интересная тогда проверка, что если у нас существовал, например, какой-то, вернее, если у нас существует какой-то топоним, то должен существовать под него герой, с которого назвали топоним. И наоборот, если есть герой, должен существовать топоним. Если топонима нет, а героя есть, то герой получается выдуманный. Если топонима нет, героя нет, значит, нужно искать героя. В данном случае получилась как раз такая ситуация с проверкой всех вот этих славянских богов и славянских народов. Ну, во-первых, от каждого славянского бога есть определенный славянский народ. Это меня сразу удивило, потому что, ну, удивило, и как бы это первый пласт доказательства, потому что в мифологии так принято, что у каждого исторического народа, исторического, подчеркиваю, обязательно должен быть топонимический предок. Если топонимического предка нет, то неправильный подход к названию народа. То есть мы какой-нибудь народ называем бестопонимического предка, значит, мы неправильно его имя употребляем, этого народа. И народ в реальности называется по-другому. Так вот, это первое пласт доказательства. Что получилось, когда я проверил? Вот сейчас у нас есть системы Яндекс, поисковые карты. Ну, то есть облегчен этот процесс поиска. Берешь карту, набираешь имя славянского бога того или иного, и смотришь, там небольшие суффиксы, окончания, и смотришь, есть ли от него какие-то топонимы. И что удивительно, от всех славянских богов, какие бы они древние не были, какие бы они новые не были, от всех есть топонимы. Абсолютно. Вообще. На нашей территории. Когда я нанес эти топонимы на карту, это тоже можно все сделать, тоже не так сложно, то получается, что определенные топонимы кустами располагаются в тех местах, где мифологическая история показывала расселение вот этих родов. То есть как бы топонимика полностью подтверждает мифологическую историю. И мифологическая история в этом случае получается очень доказанной системой. Ну и вот я совсем буквально 2-3 дня назад придумал еще одно доказательство. Вернее, догадался до него, хотя оно лежит на поверхности. От тех же самых имен древних богов существуют у нас еще и фамилии до сих пор. Ну, например, там Кащеев, еще как-то. То есть все эти фамилии до сих пор существуют. И это тоже доказательство, потому что, представьте, то есть фамилии не только как по-развищу, например, как у англичан, там длинный, глухой или короткий, или там грязный, а у нас совсем по-другому шли. У нас и шли по родам, которые были очень такими глобальными в человеческом обществе того времени. Если брать, сопоставлять, то есть насколько эти доказательства являются доказательства, то здесь получается вот какая-нибудь система. Если мы берем, например, современных альтернативных религиозных богов, ну, то есть из тех религиозных систем, которые сегодня нам говорят, что это мировые религии, я ставлю их не то что в кавычки, а в километровые кавычки, потому что это, конечно, не мировые религии, это новоделы все. Так вот, от этих новоделов, что если по этой же системе поиска производить свои действия, то нет ни топонимов, нет ни фамилий. В последнее время только начали появляться фамилии типа Магомедов, ну, типа этого, а, например, у древних, в кавычках, иудеев, до сих пор нет фамилии Ярхвин. То есть такой фамилии даже не существует. Ну, может, есть там и Игудин какая-нибудь, там такого плана. То есть, понимаете, а то, что от их, вот этих героев, от библейских героев, например, от Иисуса Навина, там, от каких-то еще, там, от Исааков, от них совершенно нет никаких топонимов. Это значит то, что, то, что мы называли древнерусской или древними славянскими сказками, это на самом деле является реальной историей. А то, что мы называли реальной библейской историей, это называется библейскими сказками. Вот какие главные выводы из первого моего, так скажем, подхода к штанге под названием рептилоиды. Вот. Дальше исследования мои продолжились, потому что интересные темы. Я прям почувствовал, что где-то я попал на какую-то золотую жилку, которая может привести к какому-то интересному открытию. И так постепенно оно вот проходило, 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 и вылилось вот в новую книгу, которая, представляете, вот по такому интересному, как вот, стечению обстоятельств, сегодня как раз и привезли ее, вот первый тираж, я показываю. Видно, наверное, да? Видно. Видно. Да, видно. Вот называется эта книга «Власть во власти власти». Писал я ее ровно пять лет. С 20 марта по 20 марта прям пять лет точно ушло на нее. Участвовал в написании этой книги больше десяти человек экстрасенсов. Я даже там написал благодарность ими, потому что многие факты, которые касаются земли и устройства, тех существ, которые живут на земле, которые участвуют в наших пространствах, в жизнедеятельности, много их приходилось проверять, перепроверять и доисследовать с помощью экстрасенсорных практик и каких-то выводов, ну, таких перекрестных. Я, например, одному экстрасенсу задавал один вопрос, он мне давал какой-то результат, а у второго экстрасенса, который с первым мне был даже знаком, я задавал ему вопрос, посмотри, правильно ли мне ответили. И второй экстрасенс рассказывал то, что мне ответил первый, слово в слово повторяя. И меня всегда это удивляло, то есть как вот люди, оплодая такими способностями, когда не зная того, кто мне говорил и что он мне говорил, повторять могут прям слово в слово. И это, конечно, ну, определенный метод добычи информации, когда других альтернативных методов нет. И вот по этим методам, по всем комплексам, начиная от археологии и заканчивая экстрасенсорикой, построена вот эта книга. В ней тоже поднимается уже такая практическая часть того вопроса, который называется рептилоидами. И здесь описывается их конкретное участие в нашей жизни на Земле, то есть конкретно, что они делают. Вот. А теперь я непосредственно к теме уже не от того, как я к ней шел, а уже конкретно, как говорится, с головы начну ее рассказывать. Смысл этой темы вот в чем. Обращаемся так, чтобы во второй половине нашего человечества, то есть те, кто является не славянами, а библеистами, чтобы было понятно, чтобы на их языке разговаривать. Вот. Обращаемся к первоисточнику с их точки зрения. То есть, ну, это библия обычная. Берем обычное каноническое издание, которое можем на греческом языке взять, можем в переводе. Здесь особо, как говорится, никаких искажений не будет. Берем первую книгу, которая называется на греческом «Генезис». Ну, по-русски переводится, сами понимаете, это «Генетика». Он неправильный перевод «Бытие», но те, кто привык переводить «Бытие», это «пожалуйста». А так вообще-то «Генетика». «Генетика» – то есть, это как появление, первоначальное появление того, что описано в этой книге. Берем первую главу этой книги и начинаем ее просто, как говорится, тупо читать. Вначале сотворил Бог небо и землю, ну, и так далее. Все знают эту первую главу наизусть, все прекрасно знают, что там написано и про что там написано, и повторять тут смысла нет никакого. Но я когда начал перечитывать уже вот эти библейские главы первые в какой-то, в сотый или, может быть, в миллионный раз, наконец-то у меня мое мышление зацепилось за то, что, как говорится, лежит на поверхности, то, что написано тысячи раз, и прочитано миллионы раз. Здесь в первой главе написано, что Бог создал в шестой день, Бог создал человека. Вот, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и довладычествует он над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над гадами, над всеми гадами, присмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божьему сотворил его мужчину, и женщину сотворил их». Вот, смотрите, здесь вот это самое главное. То есть, получается, что первый акт творения человека Бог в шестой день сделал и мужчину, и женщину. Значит, сделал он их именно по образу и подобию своему. То есть, это были, ну, то, что в Библии дальше называется детьми Божьими, или там воинство Божие, их по-разному называют. И вот это воинство Божие, я их буду так называть, чтобы покороче, воинство Божие, оно получило от Бога полностью право владеть всей землей, и самое главное, плодиться и размножаться, и в любом месте земли селиться. Вот это было шестой день. Все здесь, как говорится, понятно. И дальше наши популяризаторы Библии, они как бы все это в один комок, вот дальнейшую всю Библию скатывают, делают таким образом, что она как бы монолитной получается, и люди, когда не занимаются изучением Библии, у них создается впечатление, когда они слушают священников этих, которые рассказывают про Библию, у них складывается впечатление, что там все монолитно, и так вот все идет, и вот как и создал Бог мужчину и женщину, и дал право владеть землей, и так вот вроде как вот к сегодняшнему дню все пришло, не выходя ни с какие рамки, ни обо что не спотыкаясь. А на самом деле это все не так. Берем, читаем эту же Библию, эту же книгу бытия, следующие строки. Значит, когда Господь Бог, то есть это вторая, это третья глава, то есть две там, когда Господь Бог проснулся и на седьмой день, на восьмой день, и посмотрел, что же творится на земле, которую он только что, вот неделю, неделю, там, день и пару дней назад сделал, он увидел, что над землей пар, и пар поднимается с земли, и орошает ее, и все лицо земли, но была одна проблема, что пахать некому землю было, и некому было на ней работать, то есть возделывать землю некому было. И тогда создал, читаю, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в его лицо дыхание жизни, и стал человек душой живой. То есть, понимаете, Бог приступил ко второму акту создания. Здесь никак не связано с теми людьми, которые были сделаны в первой главе. Здесь конкретно Бог посмотрел, что нету работников на земле, то есть, грубо говоря, нету роботов, если говорить сегодняшним языком, нету роботов, и роботов нужны вообще-то. Ну, кто-то должен копать, сеять, пахать. И Бог создал из праха земного. Не по образу подобию своему, а из праха земного. Андрей Александрович, маленькое уточнение. Там все-таки в первой части просто Бог, а если переводить дословно, Боги создавали до тех пор, пока они все создали, и сказали хорошо, и там люди, и все остальное, и ушли, да? Ну, отдыхать отправились. А во второй же части появляется Господь, Бог. То есть, до этого слова Господь не использовалось. То есть, в данном случае появился наместник, которому некий надел был выделен, и вот этот надел как раз необходимо было кому-то возделать. И вот дальше как раз биоробот из праха земного, как правильно было отмечено, он же создает, чтобы кто-то уже пахал эту землю и возделал ее, потому что остальные занимались своими делами, те люди, которые до этого существовали. Вот там Господь, Господь ключевое слово. Да, 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 Господь, мы сейчас вернемся. Правильно вы заметили, да. Оно действительно, ну, не то, что ключевое, но оно является именем собственным. И сейчас попозже я про него скажу. Это как раз у нас и есть одним из рептилоидов. Так вот, сейчас я вот эту немножко мысль только докончу, здесь осталось немножко. И смысл вот в чем. То есть, получается, что у нас в результате библейского творения получилось два потока существ. Первое – это дети Бога, которые сделаны по образу и подобию Божьему. И второе – это роботы, которых сделал некий другой или тот же самый Бог, или его наместник, которые никакого отношения к божествам не имеют, которые сделаны из как некого праха земного, то есть, либо это глина, либо просто это хаос, либо это, ну, какой-то набор элементов любых, как вот, например, делаем на сегодня роботов, ну, набор каких-то болтиков, гаечек и тому подобных, микросхем можно. Вот. А то, что он оживился, так мы сейчас тоже, когда делаем, например, станки здесь с ЧПО, с числовым программным управлением, тоже, когда сначала с этими напильниками, по ним елозим, они тоже как бы не живые. Но как только в розетку ставил вилку, вроде и станок ожил, он начал уже исполнять команды. То есть, в общем-то, можно говорить, что мы в него вдохнули дыхание жизни, и он стал почти душой живой. Так вот, это самое главное. Вот начинается Библия как раз с этого момента, то есть, когда получается, что вот народы вот эти, которые сегодня обитают, они были созданы двумя путями. А я все, когда вот это я прочел, когда это я создал, я наконец-то нашел отгадку для себя. Я никак не мог понять раньше, почему у всех славянских народов и соседних с ними народов существуют сказки, но никогда не было никакой религии. Вообще никогда. А, например, если берем библейских народов, там обратная ситуация. У них никогда не было никаких сказок, но всегда были какие-то мировые религии. Вот это было никак непонятно. То есть, с одной стороны, мировые сказки, ну, мировые имеется в виду, распространенные на весь мир, и отсутствие религии. А с другой стороны, мировые религии и отсутствие сказок. Было никак непонятно, почему именно такая система образовалась, почему она двоичная, почему она антагоничная друг другу, и почему она, собственно, вообще существует. Где здесь первоисточник? То есть, кто прав? Те, кто владеет сказками или те, кто владеет мировыми религиями? Так вот, дальше мы начинаем разбираться. У нас теперь есть два определения для человечества в русском языке. Одно слово определяет человек, то есть, звучит как слово человек, и второе слово звучит слово люди. Мы привыкли сегодня использовать эти два слова одинаково, как синонимы, ими друг друга замечать. Когда я начал смотреть этимологию этих слов, то тоже был очень удивлен, потому что человек переводится, если следовать этимологическому словарю Фасмера, человек буквально переводится как здоровый, здоровый имеется в виду сознанием, индивид, условно говоря, а людь, если в единственном числе, то буквально переводится как больной сознанием человека. То есть, грубо говоря, буквально перевод это глупый, дурак, и вот такого плана. Допустим, грушный, вот я сейчас открыл, в литовском обозначают грустный, скучный, в прусском унижаете, в готском лицемерный, ханжеский, множественное число вообще мошенники, в славянском одурачивает, заманивает, ну, такие, то есть, понимаете, как бы вот этот, древнерусский вообще сумасшедший, слабоумный, глупый. Причем это, это вот древние наши русские слова. И тут, опять же, как говорится, еще дополнительно встало все на свои места. То есть, если, например, люди, те, которые делают роботов, как они будут к роботам относиться? Ну, в любом случае, как бы, ну, как вот у нас, подумайте, вот как каждый из нас относится к роботам? Ну, конечно, не так, как к себе, к равному, а с неким таким, ну, считают, по крайней мере, роботов все равно более глупыми, и даже если они могут таблицу умножения и пи посчитать до миллиардного знака, то все равно они как бы более глупые, потому что не хватает вот того человеческого интеллекта, который и делает из человека человек. и вот по моей концепции, я не знаю, насколько она правильна, но я думаю, что она правильна, потому что я ее проверял там лет 15 уже, если все в совокупности взять, получается, что, опираясь на Библию и не выходя даже за ее данные, подтверждая их все-таки археологическими, мифологическими данными и другими, получается, что в какое-то время, по дате, конечно, мы говорить не будем, но в какое-то время цивилизация была создана таким образом, сначала появились некие персонажи, которых мы сегодня считаем богами, славянскими богами, русскими богами, может быть, языческими богами, то есть, библейскими богами, но это были боги, кто, вот в каком количестве это вопрос уже другой, то есть, сначала появились какие-то боги, они потом дали свое поколение своих потомков, из которых образовались современные, большинство современных народов, и в некоторый промежуток времени вот эти боги, эти же боги, они в каком-то другом месте, а Библия его называет Эдем, Эдем на Востоке, в каком-то месте Земли они создали, эти же боги, создали определенную какую-то резервацию, куда, ну, как вот полисадник около дома, куда посадили этих роботов, наделали роботов, посадили их в этот полисадник и сказали, чтобы они возделывали Землю, чтобы процесс выращивания еды, как говорится, проистекал, то есть, вот мы видим три потока определенных существ, которые уже прорисовываются существующими на Земле, если исходить из Библии, а также, если учитывать и сказки всех народов, и археологические находки различные, ну, в основном, там, бляшки, статуэтки и тому подобное, да, скелетов, конечно, здесь мы не дойдем, потому что если, например, человечество было сделано по образу подобием Божьему, то мы, естественно, не сможем определить скелет Бога, отделить скелет Бога или это человек, потому что образ и подобие одно и то же. С другой стороны, адамиты, потомки того самого Адама, которого сделали из хаоса, тоже непонятно, кто это, то есть, в каком плане они первоначально были, может быть, это были буратины из дерева сделанные, потом одушевленные, или, может быть, это какие-то големы были из какого-то, из какой-то глины, потом одушевленные, или, может быть, уже успели смешаться до такой степени, что, в принципе, уже и неотличимы, или, может быть, они изначально были сделаны, как вот сегодня, если мы смотрим на современных роботов, то, в общем-то, Есть тенденция, что роботов делают Визуально такими же Как и люди То есть такой же череп, примерно такие же руки Ну и если бы, например, были Какими-то инопланетянами Для нас бы тонкости вот эти были Неразличимы, мы бы человека От даже современного робота Особо-то не отличили бы Вспомните, например, фильм западный Я робот Там хоть и без мышц они были Эти механические роботы Но визуально у них лицо было все равно человеческое И они достаточно были похожи Так вот, получается, что у нас Даже вот из этих всех Факторов получается Три потока существ Которые живут на Земле Ну и четвертый я просто назову Четвертый поток существ Это серые Которых тоже многие из нас уже знают По другим каким-то Свидетельствам, исследованиям Их именно их фиксируют На летающих тарелках Наши очевидцы Ну и некоторых из них даже По некоторым данным Ловили в этих тарелках Или там в осадках этих тарелок Так вот Получается четыре таких направления Теперь Прежде чем ответить на вопрос Все-таки друзья у нас Рептилоиды или враги Теперь вернемся к самим этим рептилоидам Кто же такие рептилоиды? Ну, естественно Если мы будем опираться На умозаключения библейских последователей То, конечно, они нам будут говорить Что это Там такие-то гады Которые имеют то-то, то-то И делают то-то, то-то Но если мы будем Если мы будем опираться На древнерусские сказки На бляшки, которые найдены археологически На верования На какие-то песни, прибаутки И тому подобное То мы обнаружим Что большинство славянских богов Особенно самых древних Они представляли собой Именно змеев Ну, сейчас на нашем языке Это рептилоиды Вот если берем Виллиса, например То Виллис это Был дракон Виллиса Дракон или змей Он буквально сегодня Его изображения до нас сегодня дошли Это тот змей, который кусает свой хвост Ну, некоторые его называют масонским символом Хотя это неправильно Потому что он не является масонским символом Это масоны взяли себе символ времени Который, ну, под свои нужды приспособили Вот это именно дракон Виллис Если берем древние карты Географические То, в принципе, до 1500-1600 года Мы можем его найти на многих географических картах Он находится внизу мира И изображается как раз в таком В драконнем виде С крыльями, с хвостом длинным И с такой страшной головой Дальше У дракона Виллиса Была супруга Баб-Яга Та, которую мы Теперь Благодаря некоторым библейским Режиссерам И сказочникам Рисуем В какой-то ступе С каким-то бесконечно Израильским носом И с костяной ногой На самом деле Это была молодая богиня Которая Являлась супругой Виллису Она Ее ипостафь Вот самое главное Это уж Ужиха Она была ужиха Она не кусалась Вернее, не была ядовитой И она Именно она Была Из числа тех прородителей Которые занимались В неолите Цивилизации Про которую тогда Говорил И писал Рыбаков Именно она была Подателем благ Домашнего Охранителем Домашнего очага Охранителем детей И остальных Вот таких Домашних Ну плюсов Это Баба-Яга Так называемая Она тоже Она рисовалась Всегда без крыльев Ну в большинстве случаев Без крыльев рисовалась Но тоже умела летать Такое Виде просто Ужа Без вот этих Перепончатых крыльев И В упомянутых Географических картах Мировых Вы можете найти ее Тоже Рядом с Драконом-Вересом Они Рисуются В середине Вернее Внизу Карты Географической С одной стороны Дракон-Верес С другой стороны Ужиха-Яга Они все время Рисуются Рисовались Рисовались На каждой карте И потом Когда уже Перешли географы На карты С двумя полушариями То в принципе Они всегда рисовались Либо снизу Вот того места Где полушарий Сходится Либо сверху Ну там На разных картах По-разному Смысл этих двух персонажей Был такой Змея-Яга Она организовала Тот Мир Тот свет То есть Как бы В нашем понимании Это как бы Ну не то что Загробный мир То есть Не то что Где там Покойники Правят А тот свет Который Другой Там Тот Который В котором Существуют Только тела Без душ То есть Это Условно говоря Обратная сторона Мира Вот там Она является Царицей А Даже Не царицей Всего света Царицей Вот этой переправы Между двумя Мирами Между нашим И тем А Велес Он является Мужской Ипостаси Вот мужским Царем Вот этого Перехода Оба они Как я уже сказал Змеи-драконы Ну Велес Естественно Это у них На востоке Там Баал Ваал И тому подобное Это дракон Которого Они там Много раз Рисовали А Яга В библейской Мифологии Это как раз Тот самый Яхва Которого Библейские Последователи Так боятся Назвать Своим Этим Именем И Поэтому Они собственно Табуировали Это имя Потому что Если О нем Начнут Они рассказывать То Все станет Понятно Что Библейским Богом Является Одна Из славянских Богинь И На русском Жи языке На Ряде Диалектов Ужи Они Раньше Назывались Аспидами Или Госпидами Господарик У нас даже Существует Есть Существует Такой праздник Два праздника Весной И осенью Они так Называются Господарики Весенняя Часть Это уже Просыпается Выползает На Активную Такую Жизнь А осенние Когда Ужи Уходят Под землю Вот эти Два праздника Которые Называются Господинки Господарики Ну там По разному В разных Языках Можно посмотреть Кстати О них очень много Написано Вот это Как раз Обозначает Аспид То есть Змей Змей В данном Случа Это Змей Яга Который Управляет Тем Потусторонним Миром Поэтому Когда мы Сейчас Говорим Вот о том Самом Господе Господе Который Делал Адамитов В Эдеме То есть Вот тех Вот из Клонов Которых Производили Не по образу Подобию А из праха земного Это как раз Господь Бог Это был Буквально Аспид Бог То есть Змей Бог Который И делал Сделал Вот этих Адамитов Роботов За что Они его И считают Своим Единственным Богом Он для них Своего рода Такой Ну как бы Прародитель Их народов Нельзя сказать Что между ними Есть какая Генетическая Связь Ее нет Но он у них Получается Как изготовитель То есть Начальник Участка Или там Владельца Завода На который Выпускают Адамитов Вот Такая у них Связь Ну и он У них Естественно Самый главный И единственный И вот На этом Змеи Велесе Как раз Сварох Пропахал Эти змеевые Валы Причем Эти змеевые Валы Про которые Я вначале Сказал Это и была Та граница Мира Мир роботов Людей И мир Человеков И вот Эта граница Это я в своей книге Русский Китай Ее подробно Писал Эта граница В виде стены Она была Про Не прорыты Даже А Ну Сделана От Западного берега Великобритании До Восточного берега Корейского полуострова То есть Представляете Через всю Евразию Я не знаю Сколько там Тысяча километров 14 по-моему Сейчас Или 12 Тысяча километров Была проведена И сегодня В наши дни Остается Крепостная стена Сколько там На ней Этих башен Даже Не представить Не могу И сколько Было положено Труда Тоже В голове Не укладывается Потому что Даже сегодня Такой проект Чтобы это все Построить Он невозможен Но Ну то есть Невозможен Без Того Чтобы На него Эвакуировать Там Все население Планет Чтобы они Строили эту стену Но эта стена Вот я назову Что она По Британии Проходит Там называется Вал Оффы Оффы Это кстати И по-русски И по-английски Это Уш Это еще Об этом писал И тот же Фасмер И тот же Рыбаков И поэтому У нас У нас Например Реки Называется Уфа Или Упа Упа Вот в Тульской области Уфа Там К Уралу Это вот Именно Реки Названные Происхождение Названий которых Идет от слова Уш Так вот Первый вал Оффы Потом он там В Германии Продаливается Как римские валы Потом В Польше Он идет Как Вал Великого Но Великий Это эпитет Велеса Даже не эпитет Это его имя Просто немножко Такое У нас Велеса А у них Великий Потом На Украине Они уже Как валы Змеевые валы Дальше Они идут По Там в районе Сочи Где-то километров 150-200 Уходят в Грузию Потом идет По самым Высоким Верхушкам В самой Грузии Тоже километров 150-200 И потом Они еще Километров 200 Идут уже К Дербенту Спускаются Уже на Восточной части Кавказских гор Уходят В Каспийское море Из Каспийского моря Они Эта стена Тоже выныривает И идет В виде Гарганской стены Туда В сторону Китая Гарганская стена Названа Именем Змеихи Гаргоны Это тоже Те самые Рептилоиды Класс Рептилоидов И потом После уже Вот этих Гор Которые Идут На востоке Эта стена Выныривает В виде Китайской стены И уходит Через В Китай В Корею И там На восточном берегу Ее заканчиваются Вот какая была Большая стена И она была построена Специально Чтобы разделить Два потока Существ Чтобы к северу Жили свободные Человеки И то есть Те Кто был По образу и подобию Сделан по образу и подобию Божьему И с юга Жили Те самые роботы Адамиты Которые были Созданы Господом Богом Для того Чтобы Сеять Пахать И возделывать землю Теперь Если вспомним Ту же самую Библию Уже в следующей главе Где Описывается Поход Первого Иисуса Иисуса Навина То есть Иисуса Который Из Нави Анафи Это вот как раз Тот новый мир По-русски Это Грубо говоря Новгород То есть Новый мир Ну Потусторонний Царства Так вот Иисус Навин Это тот как раз Персонаж Который Впервые Вышел Из Эдема Когда Бог Уже прогнал их Из Эдема И Начал завоевывать Тот самый Мир В котором Жили Человеки Если кому интересно Можно почитать Именно про походы Этого Иисуса Навина И тогда Многие задавались Кто Пытался Читать Библию Многие задавались Вопросом А почему Собственно Когда адамиты Приходили В какие-то Новые страны Якобы Когда Их только Сделал Бог И они должны были Прийти куда-то На пустые места А там Везде Они встречали Уже и города Целые И обжитые Государства И захватывали их Ну например Что стоит Тот же Ерихон Когда они К нему подошли Погудели В трубки Разрушили Этот Ерихон Но сам-то Ерихон Был построен Кем-то До них До адамитов То есть Всегда У людей Которые читали С этого места Библию Всегда возникали Вопросы Интересно А кто же Был Вот теми Строителями Так вот Строителями Были как раз Те человеки Которых Создал Бог Шестой день То есть Это были Дети Божьи Построенные Сделанные По образу И подобию Божьему Так что Вот это Первоначальное Разделение На две Цивилизации Человеческую И людскую Оно существовало С самых Начальных Времен И существует До сих пор И сегодня Мы живем В ту эпоху Когда Людская Цивилизация Перешагнула Эти Эту Запретную Стену И перешла На нашу территорию И завоевывать Страну за страной Это так называемые Беженцы С Ближнего Востока Там с других Востоков Вот это как раз И происходит Сегодня Такой знаете Ремейк Похода Иисуса Навина Он опять идет На наши страны И опять его Здесь Некие проститутки Открывают двери Ну допустим Вот Открыли двери Ему Этому Библейскому Захватническому Стаду Ангела Меркель Там В Европе Ну и Все остальные Как говорится Все вы их прекрасно знаете Тут даже Перечислять нечего Так вот Теперь Берем эту границу И еще Вот Сейчас Прежде этого Я еще скажу Все-таки Несколько Рептилоидов Так скажем Назову Если Ну всех Перечислять Здесь Долго А вот Несколько Я назову Первые Которые Рептилоиды Славянские боги Тире Славянские боги Перешли В южном направлении И начали Завоевывать Обживать Другие страны Это был Как раз Самый первый Род Это род Еги Баба Еги Вот она Как раз Пошла На юг И на восток Самая первая Поэтому Все Абсолютно Все Сказки У южных И восточных Народов Они Самые глубокие Самые древние Сказки Они Если они есть Или какие-то Придания То они Обращаются Именно К К Бабе Еге Только там Конечно Название у нее Изменено Она уже У нас Там на юге Не Егой Называется А Другим именем Яжи Ажи В большинстве Например Ажи В других местах Она называется Ажи Дахака Ну Дахака Это как бы Мощный Или Такая Ажажа Это от нее Или Ну Такого плана Аждаха Есть такие варианты Варианты Этого Названия Это все Один и тот же Эпитет Только по разному С разным Исковеркиванием Произнесенный И вот Про этого Аждаху Про этого Аждаху Или Я буду По старинке Называть ее Егой По нашему Чтобы понимать И не коверкать Свой язык Вот В большинстве случаев Именно тем самым Рептилоидом Которого Как говорится Надо ненавидеть По версии библеистов Именно Ее называют Рептилоидами И Если брать Эту Стену Про которую я сказал То все Без исключения Южные народы Которые живут К югу От этой стены Все считают Ее Рептилоидом Со знаком Минус Она якобы У них похищает И золото Какое-то Которые В общем-то Божественным народам Как говорится Нафиг не нужно И Еще там Что-то у них Ну в основном Она как бы Богатство у них крадет Вот вспомните Шумерский этот миф Они тоже находятся К югу От этой Шумер находится К югу От этой стены И вот Все тот же Дэвид Тайк Все время повторяет Что вот эти Анунаки Анунаки Это как раз и есть Славянские боги Они якобы У них все время Таскали это золото Которое им Позарез было нужно Якобы Золото на самом деле Никому никогда Не нужно было Кроме вот Сегодняшних времен А до сегодняшних времен Золото вообще Не нужно было Впервые Официальная добыча Золота Началась В 1758 году Я могу там На год-два ошибаться Но это Вот именно Это время До этого времени Цари И всякие императоры Они даже не задумывались О том Чтобы металл Нужно Добывать В промышленных Государственных масштабах Это можете Посмотреть В энциклопедиях Можете Справочник Посмотреть Кому интересно Чтобы перепроверить Можете просто Взять в Википедию Там все это написано Дата имеется в виду Так вот Смысл Эксплуатировать Какой-то там Библейский народ Ради того Чтобы заставить его Добывать какое-то золото Которое никому Никогда не нужно было То это все сказки Но на самом деле Золото Вот в последние века Оно потребовалось Для какой цели Все Всегда мы думаем Что якобы оно существует Для того Чтобы Из него делали Богатство И потом уже Вот это богатство Передавали Как Систему накопления Своим родам На самом деле Судьба золота Совсем другая Золото является Как многие технари знают Золото является Наилучшим металлом Для оформления Контактов Чтобы был Лучшим Контакт Не окислялся И тому подобное И вот при производстве Как раз Вот этих клонов Которые живут У нас Ну по-библейски Адамитов Как раз Нужны были Большие Самые большие Ну огромные Запасы золота И золото Их заставляют Добывать Для того Чтобы делать Из них же И создавать Их же армии Потом Для завоевания Мира Но это Потом Дальше я скажу Вернемся К анунакам Вот анунаки Как раз Это и были Славянские боги Которых в общем-то И изображали правильно И в виде змей И в виде Там определенных Существ С крыльями И тому подобное А те Шумеры Которых нам Сегодня преподносят Что они были Якова прародителями Цивилизации Это и были Те самые Биороботы Которых Потом сделали В Библии Наделал Господь Еще раз скажу Что Особенно любителям Шумера Просто посмотрите Археологические данные И просто убедитесь Что В Шумере Никогда не было Никакой цивилизации И Просто вот Глупо говорить Даже И повторять Эту мантру Что Якобы там был Источник Цивилизации Земли Так вот Дальше Если по Аджидахаке По Бабеяке Дальше идти То она В общем-то У всех Народов Которые к югу И что интересно Вот смотрите Если например Берем Эту линию Где она проходила По Северной Индии То К югу От этой Индии Располагалась Располагалась Сама Индия Непосредственно С негроидным населением И монголоидным А к северу От этой Индии Находился Пакистан Вот сегодня Пакистан И вот Пакистан Вернее не Пакистан А этот Афганистан И вот Что интересно Ну сегодняшние Даже Роды Именитые роды Афганистана То есть Тех Кто там правит Этим Афганистаном По сотне лет И те Кто ведет Свою родословную Они все ведут Свои родословные Именно от этой Бабы-Яги Она у них Называется Аджидахак Либо что-то Типа этого Я сейчас могу Там перепутать Не только суффикс Или окончание Но вот Само название Что это Аджи Или Ажи Это Сто процентов То есть Афганские роды Ведут свое Происхождение От Бабы-Яги От той Как раз Которая И первая Создавала Вот эту цивилизацию Клонов Роботов Адамитов А на Западе Например Тоже Для примера Это Баба-Яга Называется Другим словом Это кельтское слово Езус У нас Если это Уш То у них Ез Юз Сегодня Кстати В английском языке Это юз Юз Ну У нас Уш У них Юз Это Томкости Произношения Так вот Она Как раз Изображалась У них В виде Человека Ну Позднее Изображение Это кельтского Периода То есть Это До христианского Периода Если по официальной Истории Где-то Примерно Третий Второй Пятый Шестой Века До нашей Эры Так вот Этот Юз Изображался В виде Некого Такого Дровосека С топором Который Рисполагается На дереве Мира А дерево Мира Это Древнее Представление Планеты Земля Располагается На дереве Мира С этим Серпом И с топором И срубает Это дерево Мир Вот то есть Смысл Этой Егине Оно Как бы В этом Состоял То есть Уничтожение Этого Дерева Мира Для того Чтобы Происходила Определенная Смена Цели Как говорится Разными Были И вот Получается Так Что По Этой Стене Которую Разделял Человеков У людей Везде С юга Располагалась Как раз Вот эта Баба-Яга От Жадахака Или сегодня Библейской Цивилизации Ее имя Яхве Дальше Следующий Род Который С наших Территорий Пошел На юг Это Род Всевышнего На руси На руси Называется Вышень Это Тоже Дракон Его Изображение В количестве Более Двух Тысяч Штук Еще В свое Время Нашел Академик Мар Это Был Начало 20 века Он Пошел Этот Дракон Вышень Он Пошел Через Кавказ Западная Часть Кавказа И Перешел Через Кавказские Горы И Впервые Создал Царство То Которое Мы Сегодня Называем Арменией Вот Этот Вышень Всевышний Он Был Первым Драконом Тем Который Создал Первую Цивилизацию За пределами Первым После Еги Цивилизацию Оформленную За пределами Вот этой Стены Это Был Первый Предок Древних Армян Тех Армян Которые Белые А Современные Армяне Это Уже Когда Когда Уже Новый Герой Герой Библейский Айк Он Уже Победил Того Дракона И поставил Свою Цивилизацию Роботов Библейских Роботов Вот Первая Столица Армении Она Как раз Называлась Была Насвана Именем Вышня И Называлась Вишап Буквально Переводится Как бы Страна Вышня Ну Или по-русски Это Дракон Переводится Буквально Перевод Это тоже Историки Армении Все хорошо Знают И на эту Тему Очень много Есть И армянских Сказок Древних Добиблейских И тому подобное Дальше Этот род Вышня У Вышня Был сын Кришин То есть Кришна По-индусски У которого Был Сын Кама Он делал Камасутру Эту Создавал И у него Был сын Клязьма Чьим именем Названа Река Клязьма И вот Этот род Как раз Ушел туда В Северную Индию И по этому роду Очень много В Северной Индии Каст И различных Высокопоставленных Белых людей И вот Таким образом Представители Разных родов Они постепенно Занимали Как и говорил Библейский Бог Занимали Осваивали Землю Заселяли Ее И одновременно Баба Яга Производила Еще Этих Роботов Адамитов Сегодня мы Подошли к тому Моменту Когда Стала Наконец-то Ситуация Даже не Предвоенная А когда Адамиты Расплодились Настолько Что они В самом количестве В тысячу раз Превысили Божественное Население Земли Если Назвать Вот эти два Направления Теми терминами Которые Вытекают Из Библии Поэтому Когда Некие Исследователи Говорят О Рептилоидах То нужно Понимать Кто это Говорит И с какой Целью Когда Например Говорят Библейские Исследователи Говорят Что рептилоиды Это Вредоносные Существа Которые Управляют Всеми Президентами Там США Россия И тому Подобное Которые Ведут Страну К чему-то Такому Плохому Но это Понятно Что это Говорят Роботы Для которых Все время Они Все время Боятся Что у них Украдут Какое-то Золото Которым Они Так Очень Сильно Дорожат И Что Они Настолько Боятся Этих Рептилоидов Которые В общем-то Их И создали Это Как Пылесос Боится Хозяйку В квартире И С другой Стороны Что Все Славянские Народы Все Происходят Именно От Этих Рептилоидов Все Без Исключения Исключений Нет Никаких Вообще И У каждого Славянского Народа Предок Он В любом Случае Именно Этот Рептилоид Того Или Иного Уровня Потомства Поэтому Рептилоиды Которые Сегодня Правят Миром Они Действительно Правят Миром Это На самом деле Хозяева Мира И Если Мы Я К слушателям Сейчас Обращаюсь Если Мы С вами Считаем Себя Потомками Славянами Русами Или Белорусами И Считаем Себя Что Мы Вот Потомки Этих Народов То Мы Должны Понимать Что Наши Далекие Предки Были Как раз Рептилоидами Они Не Были Библейскими Роботами Или Биороботами Рабами Кстати Отсюда Пошло Понимание Раб Божий Это Именно Поэтому Что Бог Создал Именно Рабов Рабов И Не В смысле Как Мы Когда Понимаем В советском Таком Режиме Что Рабы Это Те Которых Продавали Увечили Ковечили И тому подобное Рабы Это Те Кто Работает Грубо говоря Каждый Работник Любой Работник Работающий На Определенного Хозяева Хозяева Он как раз Раб Раб Работник Робот Это Одно Слово Так что Вот такая В первом Примлижении Картинка Это Все Это Конец Доклада Нет Это Передых Передых Ну раз Передых Давайте тогда Наверное Передохнем Так уж Передохнем Послушаем музыку Как раз Часок у нас прошел Чтобы можно было Чайку выпить Чтобы можно было Куда-то отойти Немножко размяться И потом уже Будет еще доклад Или уже По вопросам Пройдемся Ну я еще немножко Скажу Да Ладненько Тогда сейчас Мы переходим К музыкальной паузе Говорили мы Про восточные земли Но вот как раз Сергей Соленый Споет нам Про то Как горит восток Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте В следующей части Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому